В Деревянске полным ходом идет строительство церкви в честь Николая Чудотворца. Два года назад местный молельный дом сгорел, и с тех пор все богослужения проводились в одной из старых изб. Есть еще в населенном пункте кирпичный двухэтажный храм 19 века, но восстановить его оказалось слишком затратно. Елена Кононова продолжит. Пластиковые окна, плита из древесной стружки, утеплитель. Новую святыню Деревянска воздвигает по современной технологии – каркасной. Собирается быстро и легко. Строительство началось все это в конце сентября, а здание уже стоит под крышей. К тому же такое строение не садится. Храм получается небольшой, но для маленького села в самый раз. Среди строителей трудники с Кирова. Виктор – тренер по тайскому боксу, сам родом из Ударского района. А в Искуломском районе частый гость. Приезжает к своему духовному наставнику и заодно помогает. Когда принимаешь участие в строительственном храме, ощущения душевные, моральные, очень благоприятные для того, чтобы продолжать жить дальше, думать позитивно и двигаться в правильных духовных направлениях жизненных, несмотря на то, что происходит в данный момент в нашей жизни. Интересно, что в Деревянске есть старая церковь, каменная, двухэтажная. Построили ее еще в XIX веке. Кирпичи для святыни делали в каждой семье. Глину брали возле капустных грядок, там она качественней. А чтобы кирпич был крепче, в раствор добавляли яйца и речной песок. Поднимали тогда храм мастера из Санкт-Петербурга. Богаты расписали внутренние стены. Но сегодня от былого величия одни руины. Свод рухнул, в стенах трещины. Восстановить бы, но таких средств у Ульяновского монастыря нет. Поэтому вначале в селе открыли молельный дом. Правда, простоял он недолго, два года назад сгорел. Сегодня все службы ведутся в одной из нежилых старых избушек Деревянска. С братьями посоветовались, что все же нужно построить настоящий храм, чтобы была храмовая архитектура. Пусть он небольшой будет, храмик, но настоящий, чтобы был купол, чтобы какие-то колокола, чтобы иконостас. Ну, настоящий, пусть маленький храм. Вот, хотели еще в прошлом году строить, но в связи с этой пандемией, эпидемией коронавируса, как бы не представилось возможности. Как только закончились летними работами, сенокосом и огородами, тут же приступили к строительству. Средства пожертвовали сельчане, а местные предприниматели помогли строим материалам. И совсем скоро в Искуломском районе станет на один новый храм больше. Елена Кононова, Владимир Кривцун, телеканал Йорган, Искуломский район.